Это программа обзор 13. Здравствуйте. Мы подведем итоги прошедшей недели и расскажем о самых интересных и значимых событиях этих семи дней. Сначала главные темы выпуска. Мама, как много в этом слове. Многодетных матерей поздравили с праздником в Доме Республики. А Владимир Путин предложил с Нового года ввести адресные меры поддержки семей с первым ребенком. Как в Республике готовится реализовывать инициативу президента? Не соответствует норме по микробиологическим показателям. Каким образом водопровод двух домов и одной школы в Пролетарском районе попали опасные бактерии? Эвакуация мэрии и какой срок грозит шутникам? Сотрудник Министерства внутренних дел нам рассказала, сколько случаев ложных вызовов было за последние два года. На этой неделе честовали самого важного человека для каждого из нас. В последнее воскресенье ноября в России отмечали День Матери. В нашей стране он был учрежден 19 лет назад, в 1998 году. И каждый год этот праздник наполнен особой теплотой, искренностью и глубоким чувством благодарности ко всем женщинам, воспитывающим детей. В этот день глава Мордовии Владимир Волков собрал в Большом зале Дома Республики многодетных матерей. Он лично поздравил их с праздником и сказал, что восхищается их способностью, несмотря на все заботы, выглядеть блестяще. Я восхищаюсь, с каким достоинством вы переносите все трудности женской доли, справляясь с огромным грузом работ, оставаясь при этом чуткими, нежными и красивыми. Вот и сегодня все вы выглядите здесь просто неотразимо. Самое главное право и преимущество женщины – быть матерью. Это счастье и великий дар. Поэтому и в Доме Республики собрали многодетных матерей. В Мордовии наблюдается устойчивый рост количества многодетных семей. За пять лет их число у нас увеличилось более чем на 1600, а всего в Республике 5,5 тысяч многодетных семей. Я хочу привести конкретные примеры. В этом году в семьях жительницы Саранская Светлана Николаевна Серовой и Ирина Владимировна Ишуткина из села Санино Дубенского района на свет появились девятые дети. В семи семьях родившиеся малыши стали восьмыми по счету. Кроме того, с начала этого года еще в 50 семьях родились пятые, шестые, седьмые дети. А в 163 семьях родился четвертый ребенок. Вот они настоящие герои нашего времени. Татьяна Бекмаева не только многодетная мама, но уже и бабушка. И она говорит, что их семья прежде всего дружная, как и любая другая многодетная. Младший ребенок Татьяны Бекмаевой в этом году пошел в первый класс, а старшему уже 27 лет. Мы дружные и все друг другу помогаем. Спасибо мужу, который взял на себя обязанности финансовые, а я по дому с детьми. Вот внучка появилась у нас и ждем еще двоих внуков. Более 10 лет назад в республике учредили уникальную в своем роде награду – почетный диплом многодетной матери, имеющий соответствующее материальное сопровождение и льготы. Ее обладателями являются 470 женщин республики. В честь праздника эту по-настоящему высокую награду получили еще более 20 многодетных мам. Также 12 семей были отмечены почетными дипломами главы республики Мордовия. За заслуги воспитания детей – большой вклад в возрождение семейных традиций. В том числе Антонина и Александр Сайгушкины. Они воспитывают четверых детей. Четверых выучили, подняли, все высшее образование получили, все трое девчонок и один мальчик у нас. Благодаря мужу. Только по программе «Молодая семья» новоселье справили уже более 11 тысяч семей. И еще 700 в этом году улучшат свои жилищные условия. Елена Сергеева, Евгений Фролкин. Программа «Обзор 13». Вопросы демографической ситуации и меры поддержки семей с детьми рассматривались на самом высоком уровне. Владимир Путин провел заседание Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Президент объявил о целом комплексе новых мер поддержки семей. И они направлены на тех, у кого не хватает средств, чтобы решиться на увеличение семьи. И одно из нововведений – это адресные выплаты на рождение первого ребенка. Новые меры поддержки, предложенные Владимиром Путином, уже назвали революционными. И они обусловлены демографической ситуацией в стране. Одним из главных достижений последних лет президент назвал естественное рост населения России. Стране удалось выбраться из демографической ямы, в которой она оказалась в середине 90-х. Но сегодня мы опять стали заложниками тех лет. Дело в том, что в детородный возраст вступило именно поколение 90-х. Поэтому сейчас возникли проблемы с тем, чтобы рост населения продолжался. К тому же молодые семьи зачастую не решаются заводить детей из-за нехватки денег. Именно таким государство будет оказывать помощь. С 1 января 2018 года в России появится новый вид социальных выплат – пособия для семей, в которых родился первый ребенок. Выплачивать его будут ежемесячно, до достижения первенцам возраста полутора лет. При этом выплаты будут адресными, то есть получат их не все, а только малообеспеченные. Сумма в 2018 году в среднем по стране составит 10,5 тысяч рублей. И ежегодно выплаты будут индексировать. И это лишь одно из предложений Владимира Путина. Второе касалось материнского капитала. Со временем введения этой меры прошло уже 11 лет, и проект должен был завершиться в конце следующего года. Программу решено продлить до 31 декабря 2021. И это еще не все будут дополнительные возможности использованием от капитала. Особо нуждающиеся смогут получить средства в виде ежемесячных выплат. То есть подход здесь такой же, адресный. И получать средства родители будут так же, пока не исполнится ребенку полтора года. Направить материнский капитал можно будет и на оплату услуг детских садов и яслей уже с двух месяцев. А мама сможет продолжить работу или образование. Был затронутый вопрос дошкольных образовательных учреждений. Владимир Путин поставил задачу ликвидировать очередь в яслях для детей от двух месяцев до трех лет. К слову, в Мордовии устроить ребенка в детский сад уже давно не проблема. Осталось ликвидировать очередь в ясле. Уже объявлено о том, что будет расширено число регионов, которые получают софинансирование из федерального бюджета на выплату пособия на третьего ребенка. Такое пособие предоставляют до исполнения малышу трех лет. Критерии нуждаемости устанавливают регионы. Софинансирование поступает туда, где есть неблагоприятная демографическая ситуация и суммарный коэффициент рождаемости ниже среднего по России. В этом году софинансированием воспользовались 50 регионов. А с 2018 года его смогут получить 60 регионов. Еще одна мера, чрезвычайно важная для молодых семей – это жилье. Путин объявил о старте специальной программы потечного кредита. С 1 января 2018 года будет предусмотрено субсидирование процентной ставки сверх 6% в течение трех лет с даты выдачи кредита на второго ребенка и пяти лет на третьего. Это относится как к покупке на первичном рынке, так и к рефинансированию ранее полученных кредитов. Новый стратегический план страны уже назван десятилетием детства. В Мордовии уже довольно давно существует системный подход к социальной поддержке семей с детьми. Выплачиваются разовые и ежемесячные пособия. Возмещается часть расходов родителей за детский сад. Оказывается материальная помощь студенческим семьям с детьми. Особое внимание уделяется многодетным семьям. Перечислять можно очень долго, но в этом большом списке стоит отметить, что Мордовия – это единственный регион, где республиканский материнский капитал выплачивается за третьего и каждого последующего ребенка. Если в семье появляются третий, четвертый, пятый, шестой и последующие детки, мама может рассчитывать на получение сразу нескольких сертификатов. У нас есть такие уже семьи. Есть семьи, которые использовали три сертификата, сумму средств на улучшение жилищных условий. За третьего ребенка более 125 тысяч, за четвертого более 150 тысяч и за пятого и последующего более 184. То есть это уже, в принципе, получается практически больше полмиллиона рублей, если у три сертификата. Еще одна мера поддержки, которая пользуется в регионе популярностью – это погашение ипотечного кредитного долга при рождении детей. В прошлом году ей воспользовались 92 семьи, и долг был погашен на сумму более 22 миллионов рублей. Так, при рождении третьего ребенка долг погашается на 30%, четвертого списывается совсем. И практически все выплаты идут из республиканского бюджета. Единственное, что софинансирование на ЕДВ на третьего ребенка, там идет частичное софинансирование из федерального. А средства республиканского материнского капитала и погашение процентной ставки полностью из республиканского бюджета. То есть могу отметить, что в текущем году на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, как многодетных, так и просто, уже в республиканском бюджете предусмотрены средства более 500-400 миллионов рублей. То есть больше полмиллиарда. И, возможно, благодаря таким мерам в Мордовии наблюдается ежегодный стабильный рост многодетных семей. На протяжении 5-7 лет количество семей с тремя и более ребятишками увеличивается на 7-10%. И это считают в профильном министерстве результат политики нашей республики в области поддержки материнства и детства. Республиканское ведомство держит руку на пульсе и готовится осуществлять на месте своевременные инициативы президента. В Саранск приезжала президент фонда «Спешите делать добро!» и «Просто красивая женщина» Оксана Федорова. За круглым столом с педагогами, психологами и лидерами общественных организаций она обсуждала возможность формирования молодежной культуры на основе семейных ценностей и привезла свой проект «Школа личностного и творческого развития». Нашему каналу удалось записать эксклюзивное интервью с Оксаной Федоровой. И мама двоих детей рассказала о своем видении поддержки многодетных семей. Когда на самом высоком уровне обсуждаются эти проблемы, их сразу подхватывают и регионы, и организации. Конечно, не понимают, что вот, наконец-то их заметили. Конечно, нужно как можно больше проводить и культурно-массовые мероприятия, и фестивали. И даже в регионах на местном уровне должна оказываться поддержка матерям. Я знаю, что здесь компенсируется частично кредит на ипотеку для покупки жилища. И многие разные рычаги есть. Материеский капитал. Да, материнский капитал. Это не каждый регион может этим похвастаться. Поэтому вот какие-то такие программы должны быть и на местном уровне. Ну и, конечно, если государство на это обращает внимание, значит, действительно, это важно, это нужно, и проблема назрела. Потому что в семье наша сила, нашей российской государственности. Так сколько же детей должно быть в семье? Об этом, а также семейных ценностях говорили на неделе со старшеклассниками в Торбеево. Им прочитал лекцию председатель Тюменского отделения движения «Народный собор» Константин Шестаков. Послушать его собрались 150 учеников 9-х и 11-х классов. Константин Шестаков – кандидат социологических наук. Уже более 10 лет занимается духовно-нравственным воспитанием молодежи и взрослого поколения. В его архиве много научных разработок, среди которых диссертации, монографии, статьи и большой личный опыт. Кроме того, он очень харизматичный человек и является главой многодетной семьи. Когда-то Константин и сам пришел на одну из таких лекций. С тех пор многое в его жизни изменилось. Ученый полностью поддерживает программу Владимира Путина по реализации целого ряда мер поддержки российских семей. Мы всячески приветствуем такие инициативы. И я надеюсь, что они действительно помогут увеличить рождаемость. Но надо понимать, что в корне решить демографическую проблему только методами экономического стимулирования невозможно. Потому что корни этой проблемы лежат в вопросах воспитания личности. В республике Мордовия к решению этой задачи уже приступили. То, что обсуждается пока на федеральном уровне – введение в школах курсов основ семейной жизни – в 13-м регионе реализовывается с опережающими темпами. Константин Шестаков из Тюмени в республику приезжает во второй раз. В апреле текущего года он уже провел ряд лекций по основам семейного и духовного воспитания. Посетил практически все школы столицы Мордовии. На очереди – районные общеобразовательные учреждения. Чтобы достичь результата, надо многое отдать. Но потом силы, энергия восполняется, потому что ты видишь детские глаза, читаешь отзывы, слышишь те вопросы, которые задают дети, и понимаешь, что все это не зря. Небольшой актовый зал обычной школы рабочего поселка Торбеева вмещает порядка 150 человек. На лекцию Константина Шестакова желающих прийти было больше. Вот только возрастные ограничения действуют – 14+. Лекцию начинает с небольшого опроса. Поднимите, пожалуйста, руки те, у кого есть братья и сестры, родные. Отлично. В сельской местности обычно показатели выше. А теперь поднимите руки, у кого ни один, ни одна сестренка, ни один братишка. У кого двое или трое или больше братьев и сестер, поднимите руки. Двое или трое, да, братьев и сестер. Хорошо. На первый вопрос руку подняли более 60 человек. Это значит, что в большинстве семей воспитывается более одного ребенка. Двух, трех и более братиков и сестер имеют почти 20 семьях. И только 8 человек подняли руки на последний вопрос – у кого в семье один ребенок. Константин Шестаков результатом остался доволен. Люди, которые, может быть, ближе к земле, которые не избалованы, у которых, может быть, нет каких-то очень дорогих гаджетов, но которые понимают, что такое труд, забота о ближнем, сострадание, они не боятся рожать детей. И я прошу вас, я вас умоляю, не бойтесь рожать детей, хотя бы трое-четверо детей. Если не будет у нас таких семей, Россия вымрет, понимаете? Если не будет семей многодетных с тремя-четырьмя детьми. После опроса ученый приступил к лекции, которая длилась ровно час двадцать. С юмором и на молодежном сленге кандидат социологических наук рассказывал о простых вещах. О моде на западный стереотип поздних браков, а значит, позднем рождении детей. О поведении молодых людей, а также раскрыл причины и пути изменения демографической ситуации в стране. Девушки и даже юноши к серьезной теме отнеслись по-взрослому. Ребят интересовало все – от того, как избавиться от эгоизма, до возраста, в котором лучше всего начинать взрослые отношения. Лектор отметил, что такие глубоких вопросов ему не задавали нигде. То, о чем рассказывал Константин Шестаков, равнодушным не оставил никого. Многие пересмотрели свои взгляды на жизнь и теперь знают, какую семью хотели бы в будущем. Семья состоит из трех детей. Там два мальчика и одна девочка. Ну, это знаете, как Бог даст. Два защитника армии, а девочка – помощь маме. Мальчика и девочку, потому что у маленькой сестры должен быть взрослый брат. Его лекции прослушали более 150 тысяч человек. А в книге отзывов – более сотни пожеланий и благодарностей. За понятность и доступность изложения простых, но очень важных вещей. За урок на всю жизнь и за доброту, с которой Константин говорит о главном – о любви ко всему миру. Елена Сергеева, Сергей Соколов. Программа «Обзор-13». Торбейский район. Пить или не пить водопроводную воду – этот вопрос после вспышки кишечной инфекции в Пролетарском районе стал особенно актуальным. Напомню, что по официальным данным заболели 11 детей. Все они учатся в пятой школе и живут в двух рядом стоящих домах. А вот со слов самих жильцов, симптомы кишечной инфекции были у гораздо большего количества людей, в том числе и у взрослых. Почему посчитали не все? Вопрос, на который не смогли ответить в управлении Роспотребнадзора. Это ведомство выясняет причины возникшей вспышки инфекции. И они установили, что вода в домах и в пятой школе не соответствует норме по микробиологическим показателям. Другими словами, в воде из крана обнаружили патогенные микробы, которые могли стать причиной болезни. Две недели назад практически одновременно у жильцов двух домов по адресу улицы Веселовского, 20, корпус 1 и 2, начались схожие симптомы кишечной инфекции. И они вынуждены были обратиться к врачам. Первыми пострадали дети, одного ребенка даже госпитализировали. В семье Киселевых переболели все, но несколько дней одержалась высокая температура и сохраняли симптомы кишечной инфекции. Ольга Киселева вспоминает, что перед этим у них отключили горячее и холодное водоснабжение. Затем, как обычно, пошла ржавая вода грязно-коричневого цвета. Поразил женщину запах, исходящий от воды. Она буквально пахла канализацией, и он сохранялся в течение почти трех часов, пока семья спускала ржавую воду. В нашем доме, во втором доме, во втором корпусе, у нас очень много заболело детей. У всех по двое детей заболело. Следом, взрослые тоже все переболели. Вот так. Странно, но официальные данные довольно сильно разнятся с тем, что говорят жильцы злополучных домов. Медики зарегистрировали только 11 случаев кишечной инфекции и только у детей. Как они выяснили, причиной всему стал норовирус. Ольга говорит, что она тоже вызывала терапевта, когда ей стало плохо, но ее почему-то не посчитали. На симптомы кишечной инфекции жаловались и соседи. Обращались ли они к помощи медиков, мы не знаем. Но на подъездах домов появились объявления об инфекционных заболеваниях с рекомендацией Роспотребнадзора использовать кипяченную воду и ниже еще одну, уже от водоканала. О процедуре хлорирования водоснабжения также с рекомендацией употреблять только кипяченную воду. В управлении Роспотребнадзора начали свое расследование причин произошедшего. Пути передачи кишечной инфекции – это пищевой путь передачи, водный путь и контактно-бытовой путь передачи. Поэтому мы отрабатываем все пути передачи. В школе вода, она там по микробиологическим показателям не соответствует. И в доме была отобрана тоже вода. Там тоже по микробиологическим показателям вода не соответствует требованиям санитарных правил. В учебном заведении была проведена тщательная проверка. Сотрудники управления Роспотребнадзора взяли смывы с поверхностей в столовой, и те оказались чистыми. То есть источником инфекции пищеблок стать не мог. Ведь бактерии были обнаружены только в водопроводе, а значит дети могли отравиться именно водой. Еще одна версия – инфекция водопровод могла попасть из-за действий работников водоканала. Мы обратились к ним за комментарием. Главный инженер организации утверждает, что не знает, как микробы попали в водопровод. Тем более, что во всех остальных домах по улице Пушкина и Веселовского вода соответствует нормам. Пока анализы показывают те, которые в колодце, нормальные. Но в здании они не соответствуют пока нормам. Но мы же отключали не здесь. Мы отключали Пушкина 4, 6, 8. Замена запорной арматуры. Но ее отключали не отключением произвели. Именно методом откачивания. Иными словами, сотрудники водоканала исключают свою ошибку и утверждают, что воду могла отключить управляющая компания. Точку в этой истории поможет поставить Следственный комитет. Он организовал доследственную проверку по факту отравления учащихся 5-й школы Саранска. Причем сделал это после сообщений в средствах массовой информации. По результатам будет принято процессуальное решение. Остается отметить, что сейчас все дети выздоровели и новых случаев заболеваний не было. Кристина Марценюк, Евгения Кострица, Владимир Надькин. Программа «Обзор 13». Продолжая тему некачественной воды. Она поднималась на оперативном совещании в администрации города. Отмечалось большое количество жалоб на ржавую воду. Была названа и причина – старые трубы, из-за которых чаще всего и происходят аварийные ситуации. В последние дни сотрудникам городской мэрии пришлось не раз поволноваться. Сначала неизвестный прислал сообщение о заложенной бомбе. Спецслужбы оперативно эвакуировали из здания около ста человек. Но сообщение оказалось ложным. И после проверки оцепление сняли. После выходных бдительность проявили охранники мэрии. У них вызвала подозрение бесхозная сумка. Но, как выяснилось позже, ее оставил один из посетителей. В связи с этими событиями мы решили выяснить, сколько за последние два года было ложных сообщений о взрывных устройствах. И какое наказание грозит за такие шутки. 24 декабря в дежурную часть Республиканского министерства внутренних дел поступило сообщение от руководителя одного из отделов городской администрации о заложенном взрывном устройстве в здании мэрии. Письмо пришло на электронную почту. В нем говорилось, что бомба будет приведена в действие дистанционным способом в 16.00. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые отцепили здание и эвакуировали порядка 100 человек, находящихся в это время в городской администрации. И это стало десятым случаем в этом году заведомо ложных сообщений о факте терроризма. В прошлом году их было четыре. По каждому сообщению проводится тщательная проверка. Задействуются сразу несколько специализированных служб. При этом на место выезжает огромное количество специалистов. Убытки терпят не только силовые структуры, но и организации и предприятия, куда якобы закладываются бомбы. Большой резонанс получили сентябрьские события, когда по разным городам России прокатилась целая серия ложных сообщений. Не обошли они и Саранск. И это при том, что специалистам не составляет большого труда отследить сообщения и найти злоумышленников. Практически в 100% случаев виновные привлекаются к ответственности. Как правило, сообщения поступают от жителей Республики Мордовия. Это мужчины в состоянии алкогольного опьянения в возрасте от 25 до 45 лет. Но бывают исключения. В прошлом году один случай заведомо ложного сообщения об акте терроризма совершен женщиной. И в текущем году один факт был зарегистрирован подростком 15-летним. Что движет людьми в этот момент непонятно. Они говорят, что хотели привлечь к себе внимание, и это им удается. Так как сообщение касается объектов с массовым пребыванием. Это школы, торговые центры и другие общественные места. Но наказание за такое привлечение внимания неотвратимо. За заведомо ложные сообщения о готовящемся взрыве, пожаре, либо о каких-либо других действиях, в результате которых могут погибнуть люди, предусмотрено статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она так и называется, заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Предусмотрено наказание, различные наказания, это в виде штрафов обязательных, либо исправительных работ, а также лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если ущерб от данного сообщения составит более 1 миллиона рублей, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. И законодатели собираются ужесточить наказание за это преступление. Над инициативой активно работает профильный комитет Государственной Думы, возглавляемый депутатом от Мордовии Василием Пискаревым. Этот законопроект во время своего последнего визита в республику он обсуждал с министром внутренних дел Мордовии Юрием Арсентьевым. Предполагается, что максимальный срок наказания за это деяние будет составлять 10 лет лишения свободы. Если депутаты примут законопроект, денежные штрафы также значительно увеличатся. Особенно строго будут подходить к случаям, связанным с социальной инфраструктурой. Это был обзор событий, прошедших семи дней. Встретимся через неделю. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok